О ходе внезапной проверки войск Южного военного округа глава Минобороны Сергей Шойгу доложил сегодня Владимиру Путину. В режиме видеоконференции на связь вышли командиры из разных регионов. Маневры начались в понедельник по приказу Верховного Главнокомандующего. За неполных четыре дня подразделения совершили марш-броски на тысячи километров. Многие выполняют задачи на незнакомых полигонах. Тест уже прошли дежурные подразделения ПВО, летчики-истребители, моряки Черноморского флота и Каспийской флотилии. Прежде всего хочу отметить, что личный состав проявляет себя с наилучшей стороны, действует профессионально и подтверждает свою готовность надёжно обеспечить безопасность России на юго-западном стратегическом направлении, включая полуостров Крым. Практика проведения подобных внезапных проверок должна быть продолжена. Мы с вами видим, что эта практика себя хорошо зарекомендовала, позволяет последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений. Сегодня начался заключительный этап внезапной проверки, в ходе которого проводятся 29 учений различного уровня. В данный момент на полигоне ОПУК осуществляется основной розыгрыш практических действий. В ходе двустороннего оперативно-тактического учения с соединениями войсками Черноморского флота и воздушно-десантных войск отрабатываются вопросы обороны побережья и отражения высадки морского десанта. Кроме того, силы противовоздушной обороны и истребительная авиация, которая дислоцируется на территории Крымского федерального округа, отражают массируемый авиационный удар условного противника. Субтитры создавал DimaTorzok